Из-за пожара и едкого дыма с полигона ТБО под Котельничем уже неделю задыхаются местные жители. А кировские чиновники для озеленения города закупили ели, березы и лебины не в Кирове, а в Твери, потому что там похожий климат. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В районе Котельнича уже неделю горит закрытый полигон твердых бытовых отходов. От дыма страдают жители ближайших населенных пунктов. Едкой пеленой затягивает и федеральную трассу на Кострому. Водители говорят, что ночью видимость на трассе составляет не больше 10 метров. Пожар на свалке никто не тушит, а сам полигон уже несколько лет считается закрытым. Но местные жители утверждают, что отходы туда продолжают свозить. В Кировской области стартовал сезон эпидемии ОРВИ. За прошедшую неделю заразилось больше трех тысяч человек. Больше всего заболевших среди детей. Специалисты Роспотребнадзора считают, что вспышка по заболеваемости носит сезонный характер и связана с началом учебного года. Также в ведомстве успокоили, что до эпид-порога еще далеко и заболеваемость остается на низком уровне. У предприятия Кировской коммунальной системы появилась фирма «Двойник». Она может высылать квитанцию на оплату коммунальных услуг, которые не предоставляет. Отличить настоящую квитанцию от сомнительной можно по реквизитам организации. Настоящий ККС находится на улице Водопроводной. Специалисты уже озадачены наглостью лжекоммунальщиков и хотят потребовать не пользоваться их добрым именем. В течение осени в Кирове посадят 300 саженцев березы, рябины, клёна и хвойных деревьев за полмиллиона рублей. Но что примечательно, закупили их в Твери, а не в Кирове. В администрации объяснили поступок тем, что климат Твери похож на кировский. Но и организация, которая выращивает там деревья, объявила более дешевую цену за саженцы, даже с учетом перевозки.